привет мои подписчики зрители друзья это видео такое необычное не свойственно для меня но я хотел бы сказать несколько слов по поводу как раз того навязанного мира именно мира вредных привычек стереотипов и стандартов которые не то что последнее время уже последние грубо говоря лет 20-30 навязываются нам и для многих это стало уже нормой жизни к сожалению я надеюсь что выслушав это послание кто-то может увидеть себя возможно кто-то просто не даст не допустит этих ошибок всем удачного прослушивания навязанный мир вредных убивающих стереотипов и стандартов на дворе 2010 год мне 18 лет вот я просыпаюсь голова раскалываться в похмелье и я знаю но стараясь не думать о том что это процесс при котором мозг заполняется жидкостью для вывода отмеревших клеток мозга и что по сути утром я сливаю унитаз клетки своего мозга я делаю себе завтрак яичница которая забивает стенки моих сосудов холестерином и мешает нормальной циркуляции крови делаю также бутерброд с ветчиной сделаны из говядины напичканной антибиотиками чтоб дольше хранилась а также глюконатом натрия чтоб аппетитно выглядела и съедалась больше а также сама корова выращена на геномедицированных кормах сои которую обильно обрабатывают пестицидами и плюс ко всему в корм к ней корове постоянно добавляют антибиотики чтоб не болело и химические добавки чтоб росла более большой ну и конечно же корова содержалось в условиях ужас венцима и умерла жестокой и ужасной смертью а запиваю бутерброд с ветчиной и яичницей своим любимым кофе который является сильным стимулятором раздражающим и расшатывающим потихоньку всю нервную систему и который является очень мощным наркотиком по сути и таким образом всю поступившую ранее пищу в желудок которая начала уже перевариваться и перевариваться я заливаю и тем самым смыслом смываю желудочный сок и мешаю желудку нормально переваривать пищу затем я иду на учебу по дороге закуриваю сигарету мой девиз утро без сигареты день прошел зря тягиваю вместе с морозным воздухом никотин селитру которую добавляют чтоб сигарета быстрее тлела и в итоге мы курили больше еще 20 различных ядов чтобы хоть как-то остановить вывод никотина из организма то есть интоксикации таким образом успокаиваться вообще я не курю потому что мне это не нравится и в любой момент могу бросить если захочу именно поэтому я курю по 2 по 2 пачки в день на учебе я общаюсь одногруппниками прикалываюсь на учебу идет плохо плохо получается сосредоточить голова забита следующими темами где за тут вечером мой уровень крутости на должном уровне а эта девушка очень даже хорошенькая переменных я останавливаю выводы гидрав от сигарет новым порциями никотина параллельно прикалываясь с одногруппниками на тему тусовки сиськи секс как же остроумно и оригинально обеду я жареной картошкой которая является крахмалом которые потом откладываться в моих сосудах а также в организме с котлетой свинины которая пожарена на уже ранее использованном масле который теперь превращает котлету в кладезь холестерина многих других вредных веществ мясо кстати тоже как и говядина читаем ранее и дополнительно пью молочный коктейль который 50 процент состоит из пальмового масла что опять же загрязняет мои сосуды и причиняет вред организму и сам молочный коктейль вымывает кальций из моих костей для того чтобы хоть как-то переварить животное естественно для человеческого организма кальций а также забивает мой организм казеином склеивая все подряд в моем организме опять же я заливаю еду коктейлям не давая ей перевариться и оставляя ее гнить в желудке ведь эти продукты несовместимы и не переварится друг с другом вечером мы идем в клуб рядом девушка глупенькая но зато модная тратящая кучу денег на модный хлам и зависящие от стереотипов моды по сути очень зависимая от общественного мнения и при этом красивая хотя за таким толстым слоем макияжа который является химическим убийцей кожи трудно что-то разлететь кроме еще одной девушки с экрана будем кальян сотни вредных паров отравляют нас и дополнительно вызывают кислородное голодание и пьем различный алкоголь убиваем множество клеток своего организма выводя из строя вестибулярный аппарат и систему мгновенной работы нервной системы и нося урон всему организму в целом в первую очередь печени почкам и мозгу вся ночь проходит в танцах курениях и питье этаком празднике жизни в котором можно забыться и убежать от суеты будни при этом при всем я считаю что я живу вполне нормально жизнью ведь все ровесники так живут а нам со школы говорят делай как все да из экранов нам внушают что такая жизнь нормально я считаю в порядке вещей что 18 лет у меня хронический бронхит который лечится современными таблетками а по сути просто блокируется вывод слизи из организма то есть слизь в организме так и остается просто таблетки уничтожают импульс который передает как сигнал в мозг и такого гонца в мозг о том что нужно кашлять и таким образом выводить слизь а сами лекарства в итоге также откладываются на стенках сосудов да и в целом по организму в виде камней в почках и вот такая стандартная нормальная жизнь 18-летнего парня с каждым годом здоровье все хуже восприимчивость знания все хуже нервы все слабее дозы кофе алкоголя и никотина все больше я считаю это нормально ведь все так живут по скриптам имеющие уши до услышат имеющие осознанность еще поймет вот такой вот интересный опус хотелось чтобы все таки задумались обернулись назад посмотрели как живете что делаете неправильно или правильно сделали определенные выводы и не стали продолжать мешать своему организму защищаться от инфекций восстанавливаться жить правильно дополнительно заниматься спортом получать удовольствие от жизни искать новых решений в этой жизни всем добра удачи пока пока удачи